Всем привет! С вами студенческая медиаслужба Омского ГАО. Вот и наступил долгожданный 2020 год. Для нашего вуза он начался со встречи с нашим экс-ректором, у которого в этом месяце был юбилей. 12 января исполнилось 80 лет первому ректору ОмГАО Николаю Матвеевичу Колычеву. Студенты, профессорско-преподавательский состав и ветераны собрались на встречу с выпускником Омского государственного ветеринарного института 1965 года. Мероприятие состоялось в рамках университетского проекта «История успеха». Открыло мероприятие про ректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт. В адрес юбиляра прозвучали поздравления и пожелания, в том числе были зачитаны поздравления от ректора Оксаны Викторовны Шумаковой и председателя законодательного собрания Омской области Владимира Алексеевича Варнавского. В начале встречи для молодого поколения рассказали об основных фактах биографии Николая Матвеевича. Далее сам Николай Матвеевич с присущим ему юмором и открытостью ответил на вопросы студента. Он рассказал, что в его понимании значит успех, в чем смысл жизни, тяжело ли быть ректором и многое другое. На некоторые вопросы он отвечал с теветворениями собственного сочинения. Вернулся Юрий невредимым и нас теперь не удержали. Еще чуть-чуть и на урне мы будем явно сажать. За решение Николая Матвеевичу Ковачеву вручили общую фотографию встречи с памятной надписью ювеляру. Виновник торжества подарил свою книгу «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Рома, ты был в приюте омские хвостики? Да, в качестве медиаслужбы мы впервые побывали там вместе с волонтерами. 23 января в преддверии Дня студента, обучающейся Омского ГАУ, посетили приют «Омские хвостики». Уже не в первый раз добровольцы приезжают в этот замечательный приют, где маленькие обитатели с большим восторгом встречают ребят. В этот раз вместе с волонтерами «Омские хвостики» посетила и студенческая медиаслужба. Добровольцы во многом помогли приюту. Убрали снег, вымыли стены, вычистили пол, а на собранные средства закупили много корма. Если вы нуждаетесь в добром и верном друге и хотите помочь ему обрести настоящий дом, обращайтесь в приют «Омские хвостики». Мы были удивлены вообще тем, как замечательно построена работа здесь специалистов, потому что все животные ухожены, все те, которые травмированы и нуждаются в помощи, в том числе и врачебной, здесь эту помощь получают. Поэтому, если кто-то вдруг еще вздумал впредь помочь этому приюту всем, чем можно, крупами, повязками, подстилками, просто своими руками приехать, мы будем рады и будут рады этому вот эти животные. В этом месяце мы посетили мемориальное кладбище «Омские» в честь юбилея снятия блокады Ленинграда. 27 января в Омском ГАУ вспоминали о подвиге героев блокадного Ленинграда. Известно, что многие предприятия Ленинграда в военные годы были эвакуированы в город Томск. В корпусах сельскохозяйственного института были размещены цеха Ленинградского завода номер 357 «Прогресс» по производству оптических прицелов. Возложить цветы на мемориальное кладбище работников сельскохозяйственного института и Ленинградского завода номер 357 и почтить память пришли студенты, преподаватели и ветераны Омского ГАУ. На митинги выступили Проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт, доцент кафедры философии и истории, экономической теории и права Ольга Викторовна Гефтнер, председатель Совета ветеранов Наталья Константиновна Чернявская, член Совета ветеранов Валентина Устиновна Брюханова и председатель Совета обучающихся Марине Петросян. Выступающие напомнили о важности сохранения памяти этих событий на многие годы. Участники торжественного митинга преклонились перед великим подвигом ленинградцев и вкладом в общее дело – победу в Великой Отечественной войне. Ленинградцы – это не просто защитники. Ленинградцы – это особые люди. Это особый дух. И в этих людях, конечно, где бы они ни были, они всегда будут олицетворять вот эту победу, несломленность, эту крепость духа. А ты знаешь, где в последний раз были все самые главные люди нашего города? А это случайно не на том совещании, которое организовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области вместе с нашим друзом? Именно. Давай посмотрим. 28 января в Аграрном университете обсудили реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она рассчитана на 5 лет до 2025 года. Организаторы мероприятия – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Омский государственный аграрный университет имени Петра Аркадьевича Столыпина. В работе совещания приняли участие «Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Валентинович Трофа», главы муниципальных районов и их заместители, представители профильных министерств и ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова. В выступительном слове министр сельского хозяйства и продовольствия отметил, что в 2020 году на реализацию программы выделено 1,3 миллиарда рублей и подчеркнул значимость государственной программы для сельских территорий. Программа включает в себя развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения и развитие социальной и инженерной инфраструктуры. По всем этим направлениям предусмотрены субсидии. О реализации госпрограммы рассказал директор управления развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания регионального министр сельхозпрода Дмитрий Анатольевич Петцов. Директор Омского отделения Россельхозбанка Лев Николаевич Енеев проинформировал о льготном ипотечном кредитовании индивидуального жилищного строительства. Директор Омского ГАО Оксана Викторовна Шумакова рассказала о целевом обучении как механизм обеспечения региона кадрами АПК. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok